Начинаю запись влога с аптеки. Взяли вот такие пластыри для Катюхи, для того, чтобы наклеивать ранку. Они вот непроницаемые. Ранка, ну, немножко хотя бы почернела. Ну, в смысле, покрылась корочкой. Это уже неплохо. А, это примерно то же самое, что ты и покупала. Предлагают нам пудрочку. Антибиотик, да. Окей. А где только приеду? А ты покажи фото. Да, сейчас. А в прошлый раз нам порекомендовали ту, а эта аптекарша говорит, что вот эта поинтереснее, получше. Она говорит, что это не рекомендуют, хотя в прошлый раз мне вот этот пластик посоветовали. Не знаю почему. Хотели сегодня искупаться, но что-то сегодня прохладно. Ну, относительно Таиланда, конечно. Сейчас вы меня засрете, но очень сильный ветер, и так температура на пару градусов ниже стала. Ничего, если что, завтра. Или уже очень скоро новогодние праздники, поэтому успею. Куме нет особого, знаете, по поводу моря прям, о-о-о, хочу купаться. Потому что я прожел несколько лет здесь, и вот эта вся романтика покупания, она как-то прошла. Мы можем еще в одну аптеку заехать, для того, чтобы пластырь купить, потому что взяли последние три. Ну, тут получается девять штук, мне пока хватит, потом купим. А, ну давай. Через неделю, возможно. Thank you, bye. И еще маленькая особенность. Тут всегда в аптеках надо снимать обувку. Немножко странно для Кати было, которая первый раз узнала об этом. Ну, слушай, правило, собственно, для того, чтобы подвершать, потому что там все, я помню, мужик, девушек, все заходили в там, как пляжный. Не знаю, я всегда снимаю. Просто верю в то, что ты на ногах несешь какую-то грязь, а там все-таки чистота и порядок. Ой, давайте нам погодку покажу. Ну так, немножко облачно. Вон там тучки. Вчера денек был повеселее, конечно. Это вот сейчас ветра нет. А, ну вон начался на фоне. Вы еще не особо ощущаете, потому что у меня пенка сейчас на гоупрошке, и она компенсирует все это дело. Ну, по деревьям, смотри. Я когда сегодня проснулся, офигел, у нас трава там практически легла от ветра. На балкон вышел покурить. Ой, нифига себе. Аж прям холодно было. В одних труселях когда выпал. Катина кожа все-таки не справилась с тайским загаром. Начала уже немного обладать. Ну, ничего страшного. Потому что время у нас полно, успеешь еще. Ребеди, мы приехали в вилломаркет. Сейчас позавтракаем, хотя время уже час дня. Я не сказал в прошлом видео, что в итоге в Зене роллы были просто залупные. Поэтому сейчас возьму просто вилломаркет. И те, которые я знаю, они традиционно вкусные. Ну и по поводу видосов вы все спрашиваете. Типа, блин, а что вы не едите? Тайскую еду, там, фрукты и т.д. и т.п. Надеюсь, вы понимаете, что я снимаю не 24 на 7. И какие-то моменты просто не попадают. Поэтому, ну, правда, не задавайте глупых вопросов. Все мы едим, все пробуем, но не все записываем. Вот и все. По поводу роллов, деталей. Такое ощущение, что мне вырезали кусок рыбины, где вот прям самый нежувастик попался. И все роллы я съел, как корову вот так вот. Вообще невкусно. Мне таких вообще в Москве не попадалось. При этом стоили 320 бат за порцию. Это 640 рублей. Говно. А там за 115 сейчас возьму, а не прям огонь. И что-то еще где-то в ресторанчике возьмем. Персонаж, которого нельзя называть. Смотри, что тут есть. Таггер Баум. Специально для спортсменов. Катя тебя потом отправит. Отправит? Да. Можно разных размеров. Есть холодный, есть горячий. Разных понабираешь. Есть даже вот такая красивая упаковочка, где сразу много-много. Или вот такую возьмешь, красную, да? Угу. 409 бат. И зеленую, большую. Мне кажется, кайф. Ну и можно отдельно, слышишь, еще просто пару банок, да, взять. Мне кажется, может, не мало. Тут вообще должно быть на упаковке 60 на 70. А там у тебя были, по-моему, 60 на 60. Нет. Должен подойти. А где он? Ну давай две упаковки и возьмем. Везде мало. Самые ходовые, походу. Угу. Смотрите, как тут алкоголь выглядит. Медицинский. Его специально подкрашивают, чтобы его не бухали. Ну, так, вызывает опасность. Вот прям тайский. 60 бат. Этил в 70%. И здесь же бутсы я покупал дезодорант. Вот этот, который мне очень сильно понравился. Я бы даже, наверное, взял вот эту штучку. Для мытья, да. Сразу волосы, тело. Пахнет прям очень клево. И стоит недорого. Обычно просто за такую цену. Они прям сильно химозные. Такие прям не очень. Вкусный? Да. Ну, сейчас я не буду покупать попозже, когда у меня все позаканчивается. Сейчас заценим менюшку НК ресторана. Тут одни грибы. Это нам не интересно. Но более аутентичные. Крабболс есть. Мяско. Утка. Тут у нас уже рис идет с чем-то. Нарезочки. Муду. Вот лапша. Демсамы. Хочешь демсамы? Не знаю, что это. Ну, типа пельмешки. Нет, наверное. А тут напитки. Да. Ну, не, наверное, пас. Нет. Смотри, как красиво утка выглядит. С ней прям жерстикой. Зашли в Хомпро. Нашли тут подсветочку. И стоит недорого. То есть любую надпись можно сделать из нее. Сгутами просто вот так перетянул. Очень нравится мне. Прикольно. 609 бат. Это дороже, потому что цвета меняет. А знаете, что мы с китом хотим посмотреть? Ночник какой-то. Потому что у нас белый свет. И он достаточно яркий. Что-то такое приглушенное. Классно, да? Ну, нам такое не нужно. Это дурово. Смотри, как красиво. Ну да, похоже на дерево. Прямо настоящее. Катюк себе выбирает. Да, баршочек. Да, это такое хочешь? Да, красиво. Или вот, смотри, динозаврики, радуга. В общем, я есть хочу. Я понял, что мне не хватит здесь больше, чем на 5 минут. Можно будет потом поднять эту сушилку, но это все потом. Супер-чипи возьмем. Да. Отсюда и перейти вообще не хватит. Тем более, вы на байке. Большая одна, я видела, сушилка есть. Еще по технике немножко сориентируйся. Сань, смотрите, название модельки, стоимость и умножайте на 2. О, билет, 8к. 75 тысяч бат. Прикольный. А это 19 тысяч бат за колонку? Да, 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 да. Это сансунгский саундбар. Понимаешь, когда я начал смотреть, ты сказал, не надо нам такой. Да, конечно, блин, я колонку боюсь включать у нас в квартире музыку вообще, потому что соседи будут ругаться. А если мы этот саундбар будем включать, они вообще хереют. Да. Так, вот еще какой-то самсунг, они называют его сам и сокращают 33 тысячи бат. Прикинь, они не говорят, самсунг, они просто сам и все. Это у нас что, тоже самсунг, 55 косарей, 4к. 65 дюймов. Смотри, как прикольно. А что это? Смотри. А, радио? Ну, я думаю, это и колонка одновременно. Я думаю, что можно включаться по Bluetooth. Ну, звук у нее сама понимаешь, какой по качеству. Ну, выглядит прикольно. Согласен. Вот такой надо брать на пляж. Ой, смотри, это еще вот это? Не делай так. Это типа эффект вибрации, там, типа, дополнительно, типа, качает. Тут телеки подешевле, TCL 50 дюймов, 12 тысяч бат. Это что за компания? А, тоже TCL. Да, десятка. 20 тысяч рублей, 43 дюймов. Да, тут даже написано об этом. Ну, вот этот прикольный. Ну, стоит 67 косарей. Олег. Видишь, у него какая глубина черного? Да. У меня его поделина. Ну, черный. Он не серый, а прям черный-черный. Какой-то ультра-лардж телевизор. 67 косарей стоит. 86 дюймов. Видела, чем Таев занимается? Сидит, щелкает вместо работы. Просто в YouTube-чике. Скучно. А это самые красивые бутылочки под напитки от компании Fiendmans. Хочешь покататься, чай взяла? Я раньше ими постоянно пользовалась. Только другой вкус себе брала, с кокосом. А это с чем? Хрен его знает. Самое главное, что нашли. Да. Бренд хороший, мне нравится. Что мы в итоге взяли? Традиционно опять вот эти джели-бели. Офигительный. Еще новый вкус. Ну, понятно, кондиционер. Вот такой сачок. Я себе не стал выдумывать колу. Роллки взяли. Вот. И имели. Красота. Мы произвели рейдерский захват. Сидим напротив Starbucks. Это их столики. А мы со своей едой. Ну, ничего страшного. Это Таиланд. Всем нафрать. Приятно. Я надеюсь, тебе вот эти очень зайдут. Мне они прям в синий понравились. Теплая? Очень теплая, да. Дизайн прикольный. Сейчас я шел, сам с собой разговариваю. Рассказываю, Катя. Если что, заезжай, роллы покупай. Потом салатик вточек. Я все слышала и кричала им Андрея. Али! Арсен! Арсен! Я? Битух? Да. Ты что, их ела? Так, где тут коза? Еще. Коза? Ага. Здесь есть донатильный. Так, сейчас я тебя найду. Я вот, кошечка. Ага. Вот ты. Тогда я тебе что-то объясняю. Сколько раз здесь проезжали, мы ни разу не заехали. Это Януи Бич. Мы сейчас ходим на камушки. Там посмотрим на волны. В целом, вам покажу атмосферу. И у тебя еще будет твоя спецоперация по очистке твоей раны. Ну, все хорошо, которое ты купила. И заклеишь как раз все это дело. Здесь очень красиво. Со стороны-то я это все видела. Вживую тебе больше понравится. А что жарко, да, стало? С утра не так было. Ну и на байке меня. На байке-то покажу. Красиво? Да. А мы туда. Найти этот пляж легко. Помните, вентилятор на горе. И он вот так вот вниз. В сторону Равайского побережья. А если дальше ехать, там у нас Найхарм. И вон тот дорогущий отель. Я-то один раз лазил, когда было влажно. Все камни мокрые. Я тут так чуть не навернулся. Я тут так. Продолжение следует... 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 Да, первый раз такое вижу... Рядом с твоим стоял, тем более... Да хз... Просто какой-то тайц, наверное, решил... А пусть стоит здесь... Ладно... Самое главное, что нашли... Сейчас мы проедем купаться... Но к себе в отель... В басике хотим... У нас прямо рядом с отелем... О, фиолетовая вывеска может быть... Видите, есть фруктовая лавка... Очень захотелось ананаса... Сейчас нам его очень порезут... И будет красота... Немножко покупались... Уже сполоснулись... Много времени не стали в бассейна проводить... Потому что там уже тенечек... Я вам сейчас маленький кусок покажу... Ну то есть... Вот... Может быть видно... Только у дальней виллы там... Солнышко... И то... Сейчас его практически нет... Так вот... По поводу ветра я вам рассказывал... В начале влога... У нас ковер улетел ночью... Вот так все понял... Надо будет сходить потом забрать... А сейчас мы поедем в ТЦ... Все-таки надо Катюхе купить... Там необходимые вещи... И потом на массаж вечером... Перед сном это самый кайф... Сейчас хожу по ТЦ... И решил раз и навсегда... Закрыть тему с Сашей... Потому что я от вашего лицемерия... Просто офигею, ребят... Ровно те же люди... Которые раньше писали... Что Саша плохая... С одеждой у нее все плохо... С привычками... Как она все неправильно делает... Сейчас начинают писать в комментах... Что раньше были влоги гораздо лучше... И я не понимаю... Зачем вам это нужно... Меня каким-то образом задеть... Вы ни хрена не знаете... Что произошло... Почему вы расстались... И вы продолжаете ей восхищаться... Я не знаю... Может быть она пишет какие-то там фразы... Что Андрей виноват... И так далее... И у вас какой-то стокгольмский синдром... Не лезьте никогда в эти темы... Да, я публичный человек... Да, я снимаю... Но все это писать... Ну реально... Просто включите голову... Все... Я тему закрываю... Переключимся на магазин Studio 7... Именно здесь я тогда... Покупал колонку... Вот этой компании Marshall... По-моему вот такого размера у меня она... Но только цвет другой... Очень клевый... Тяжелая... Ничего себе... Прикольная... Вот это что такое... Ну наверное тоже колонка какая-то... Нет? А... А, нет... Это от нее... Катя... Не ломай... Сори... Она отсюда вышла... А то сейчас скажут... Покупай... Все, все... Видите... Эта штука... Она просто достается... Ничего не снимает... Это антенка от нее... Да... Это вообще... Чикол наверное... Смотри... Просто дизайн у нее прям... Тяжелая... Какая... У нас сейчас цель найти... Юникло... Потому что там... Сто пудово будут носки... Там можно область... Какую-то посмотреть... И... Рубашку в том числе... Недорогую... Не хочу... Что-то дорогое брать... Чисто просто... Чтобы руки защитили... Зашли в баланс... Сейчас хочу посмотреть... Сколько что-то... Просто стоит... У нас 534... Но ценники на них нет... А... А... Ну там внутри сильно... Запрятаны... Например... Вот эти стоят... 3490... 7000 рублей... Прекрасно... 574... Тебе нравятся они? Не боятся? Да... Я раньше покупал их... Давно убивал... Выбрасывал... У меня синие... Зеленые были... Вот эти кстати мне нравятся... Нет... Белые... Да... Тебе больше нравится? Форса, да? Форса топ? Да... Черт еще... Ну... 996... Так... Тоже интересно... Че по цене... Блин... Скажу сколько стоит... Тын-дын-дын... Тысяч 100 бат... У меня были такие... Первые дня два... Наверное... Палец болел... И середине... Но потом нормально... Я на крови раздирала... Но потом огрубел и все... Вот твое любимое... О-ля-ля... Если кто не знает... Андрей ненавидит леопард... В любом проявлении... Трусы, носки... Не важно что... Вижу... Прямо... Но при этом важно уточнить... Животные-то мне нравятся... Именно вот когда люди носят... Не особо... Вот... Не вообще нет... Нет... На самом деле это... Я не знаю... У меня есть стереотип... Что это носят какие-то... Блин... Странные дамы... Такое... Которые хотят выделиться за счет одежды... Ну вот такой... Слишком вызывающий... Да... Мне тоже кажется что это очень вызывающе... Хотя у меня есть одна рубашка... Брюк прозрачная... Леопард... У меня она нравится... Это единственная вещь... Но ты ее никогда не носишь... Потому что тебе она не понравилась... С первого дня знакомства... Да... Но прикинь тебе тоже что-то не нравилось... А я бы в этом ходил... А вот по Uniqlo я конечно немного скучаю... Потому что здесь недорогие вещи... Футболочки неплохого качества... Помнишь ты меня покупала такую штучку? Только цвет другой был... Ну да... Светлее... Серый... Очень мягкий... Прикольно... Но здесь конечно в меньшей степени... Такие вещи в Кукете покупают... Только туристы мне кажется... Ну ты помнишь говорил то что... Видел какого-то тайца в куртке? В 30 градусную жару... Ну это они спасаются не от жары... А от солнца наверное... Чтобы не загореть еще сильнее... Так Лан... Давай ближе к делу... Нашли носки... По 390 бат... Прям то что надо... Белые... Короткие... И какие-то футбы себе взял... А не по спидону... По 390 бат... Смотреть какая очередь здесь... Хоть еще вот такой предлагаю... Ну не что-то странно... Цвет странный... Последние новости... Я купил себе рубашку в зале... За тысячу долларов... Вот такого цвета... Прикольная... Плотная... Можно вместо толстовки ее носить иногда... Когда холодно... Ну и самое главное... Она будет защищать мне руки... Потому что они тут у меня превращаются... Просто... Ничто... Сгорают моментально... Это то что посоветовал мне Андрей... Ну и че? Как будто велосипедки что ли торчат, да? Да... Ну да... Они какие-то не очень... А я сразу вижу... Давай черные... А это XS? Да... Что за XS такое? Они эти большие... Ну так было бы неплохо... Ну так бы носило... Если бы... Вот так да... Ну неплохо... У тебя прессуха, а? Не то что у меня... А у меня... А у меня смотри... Иди сюда... Вик-зеркало... Давай сравнивать прессухи... Ну подойдите... У меня просто один куб... Мне не очень... Конечно говно... Я поэтому их и заметила... Сейчас Тайка тебя заметит... И скажет... Покупай самый лучший... Пойдем стики есть... Да, да, пойдем... Ну не айковсовские... А которые... А где кренделя в общем продаются... Кате зашло... Хотя изначально... Я думал она притворяется... Говорю что... Нет, реально очень вкусные... Очень вкусные... Да это все-таки были искренние эмоции... Мне правда понравились... А иногда не понимаю просто... Если бы мне не понравилось... Я бы тебе сейчас не говорила... Пошли за стиками... Пошли за стиками... Нам очень повезло... Что его дали прям максимально горячим... Только приготовили... Вкуснее чем вчера было... Ну как только... Вот свежий... Он не горячий... Не горячий? Странно... Ну и сегодня у нас не лимонный... А кудничный напиток... Оторви... Пипку... Слабо... Меня Даша вкусит... Мы еще взяли с корицей... Две штуки... Но их надо будет подождать... Не... Вкуснее когда они прям теплые... Очень красивый ТЦ... Все так по праздничному... Правда сейчас опять видим на уху... 30 градусов... И как бы... Привет... Ну в ТЦ мы купили все что хотели... Рубашка на мне... Я уже ее нацепил... Потому что здесь достаточно прохладно... И Кате купили... Как это правильно называется... Велосипедки? Ну это не совсем велосипедки... Это то же самое что вот это... То есть велосипедки они подлиннее... А это типа шорты... Укороченные велосипедки... Не знаю как это назвать... Но по длине такие же как мои черные... Только молочного цвета... А ты говорила о том... Что у тебя там зацепка на желтки... Те которые ты купила... Да... Очень обидно... Ну поэтому и купили вот это... На замену по сути... Да... Не то чтобы на замену... Я все равно носить буду... Это маленькая зацепочка... Ничего страшного... Просто я взяла очень мало себе вещей... Я взяла один костюм... Это вот коричневый... Черные велосипедки... Пару топов... Ну то считай мне 2-3 дня... Вот каждый день... Ротация... Да... На самом деле пофигу... Я взяла пару платьев... Но платьев опять же... Я всегда поддеваю успехи... Потому что я на пайке еду... Сейчас хотели успеть еще на массаж... Но видимо уже не получится... Потому что время 21.53... Закрывается это все в 11... А в 10 часов они... Типа последних клиентов... Прямо все массажки до 11? Да... Не... Ну есть блядские... Которые всю ночь работают... Но это не массаж... Я имею в виду обычные массажки... Не... Обычные да... Закрываются... Ничего страшного... Покатаемся... Завтра сходят... Тоже хорошо... Сейчас быстро лопаем... Мне холодно... Заканчиваем это безобразие... А больно? Нет? Все влоги танцы не заканчиваются... Сейчас тебя скажут то, что конвульсия у меня... Почему? Почему танцевать и конвульсия? Потому что я утром... Помнишь, когда потягивалась на этой талии... Конвульсии... Проживалась... Слушай, у меня такое настроение... Я хотела на массаж... Безумно хотела на массаж... Мы не успели... Продолжение следует... Продолжение следует...